Студия «Медиакнига» представляет Алексей Рудаков «Знак Василиска» Книга первая «Братство» Исполняет Дмитрий Карпов Глава первая Вместо предисловия По сотрясаемой, непрерывной канонадной палубе корабля полз человек. Сквозь лохмотья, в которые превратился его комбинезон, Проглядывало обожженное тело. Он вскрикивал, когда очередной залп бортовых орудий, Прокатываясь по палубе, на миг припечатывал тело крефленной поверхности. Ползти, вытянуть вперед руки, Зацепиться обломанными ногтями за неровности поверхности, Подтянуться, отвоевывая еще несколько сантиметров жизни, Перевести давно сбитое дыхание и снова ползти. Куда? Неважно. Главное двигаться. Отдалиться от сжигавшей там, сзади боли. Отодвинуться еще немного от терзавшего огня. Ползти, несмотря ни на что. И он полз, полз, оставляя за собой кровавую дорожку, Отмечая свой путь обрывками сгоревшего комбеза и кусками своей плоти. Подтянуться. Выдохнуть. Выпрямить руки и снова подтянуться. О, смотри, еще один! Подошедший к нему человек наклонился, присматриваясь. Вроде живой. Носилки сюда! Выпрямившись, он взмахнул рукой, подзывая своих спутников. Из трюмных, что ли? Может, согласился его напарник, кладя рядом с телом носилки. Их там много. Кто упомнит-то всех? Ну что, взялись? Человек болезненно застонал, Когда пара сильных рук сноровисто перекинула его на полотно носилок. Стонет? Это хорошо. Качнул головой второй. Раз стонет, значит, выживет. Ага, подтвердил первый. Я вот помню. Кто это у вас? Не дал ему поделиться своими воспоминаниями с товарищем, Подошедший к ним обладатель командного голоса. Кто-то из трюмных, сэр. Обгорел, бедняга. Несем в лазарет, сэр. Трюмный? Здесь? Офицер, а это был один из командиров боевых частей корабля, Направленный на эту палубу в роли старшего ремонтного отряда, Наклонился, вглядываясь в лицо человека, Точно так же, как это проделал несколько минут назад первый. Морда что-то незнакомое. Да и нашивок не вижу. Так обгорел же, сэр. Заступился заранен на во второй. Ладно, несите. Офицер повернулся к своим спутникам, Теряя интерес к человеку на носилках. Ты и ты. Он ткнул пальцем в стоявших за ним людей. Проверьте отсеки 3.8 и 3.9. Под датчиком. Он сверился с планшетом. Там кабели резервного контура замкнуло. Сержант, возьмите оставшихся И устраните пробой паропровода в отсеке 3.3. Ну, чего ждем? Оторвавшись от экрана, он обвел глазами матросов. Забыли учения по живучести. Бегом! Быстро! Дождавшись, когда все разбегутся по своим делам, офицер еще раз прошелся глазами по экрану и, кивнув своим мыслям, сунул планшет за пазуху. По его лицу было видно, что, несмотря на тяжелую обстановку, царившую на корабле, которые продолжали сотрясать как выстрелы собственной артиллерии, так и близкие разрывы, он был доволен. Ремонтные работы шли в строгом соответствии с планом. Но от чем эта переделка закончится, от него уже не зависело. Все же, каждый должен делать свое дело и не лезть в чужое заведование. Этой нехитрой истины он придерживался еще с учебки, не собираясь ее нарушать и сейчас. Сделав несколько шагов по коридору, все же работу своих подчиненных следовало контролировать, он остановился, почувствовав под своей подошвой нечто инородное. Пуговица? Выпрямившись, офицер поднес к глазам пластиковый кругляшок, точно такой же, как и на нем. Гладкая поверхность с рисунком, небольшое ушко, ничего особенного. Он уже хотел выкинуть ее, было ясно, что она отвалилась с комбеза того раненого. Но в последний момент его рука, уже готовая запустить кусочек пластика по коридору, замерла. Рисунок! На гладкой шляпке гордо простирал свои крылья орел, и резкие линии, выдававшие своими чертами принадлежность этого элемента одежды к военному ведомству, сильно контрастировали с принятой здесь плавностью и округлостью. Его пуговицы украшал дракон, обвивая окружность своим чешуйчатым телом и грозя приоткрытой пастью из ее центра. Бароны, подчеркивая свои вольности, помещали на шляпке свои гербы. Обитатели туманно-стеконская голова — облачко священного дыма. А единственная раса чужаков — копий — вообще пуговицами не пользовалась, применяя различные молнии и липучки. Орел! Хм... Офицер потеребил кончик носа, пытаясь выудить из глубин памяти похожий рисунок. Орел, значит? Интересно. То, что загадочный кусочек пластика принадлежал только что эвакуированному раненному, он не сомневался. Находка лежала в лужице крови, и он запачкал пальцы, поднимая ее оттуда. «Надо будет особисто доложить», — пробормотал он себе под нос, подкидывая ее на ладони и разглядывая палубу в поисках других улик. Что-то темнеющее в нескольких метрах впереди привлекло его внимание, и офицер уселся на корточке, брезгливо шевеляя пальцем в кучке тряпья. Его старания не остались без награды. Распавшись, обрывки ткани обнажили нечто блеснувшее, и он наклонил голову, всматриваясь. На палубе, почти вся залитая кровью, лежала небольшая металлическая пластика. Кэмдер попытался прочитать он, но в этот момент по кораблю попали. Удар был силен. Скелет корабля вскрикнул, как раненый зверь, принимая на себя силу чужого удара. Протяжный стон перегруженных конструкций пронесся по его нутру, подобно судорожному вздоху воина, пропустившего тяжелый, но пока не смертельный удар. Палуба под ногами офицера подпрыгнула, опрокидывая его на спину, и он успел заметить, как непонятная пластинка пролетела над ним, оставляя за собой кровавую полоску от слетевшей крови. На миг она повернулась к нему лицевой стороной, и он увидел второе слово, наверное, имя ее обладателя короткое, в три буквы, но в следующий момент на него обрушился оторвавшийся и рассыпавший в сторону искры кабель питания. Разряд мощностью в несколько тысяч вольт мгновенно, белой вспышкой, сжег его сознание, и офицер не увидел, как загадочная пластинка, закоротив с собой контакты распределительного щита, обесточила злополучный кабель. В его мертвой руке медленно растекалась лужица слегка зеленоватого пластика, ничем не похожая на артефакт иной вселенной.